Белорусский союз женщин Где находились в годы Великой Отечественной войны Прежде всего партизаны и подпольщики Витебщины И вот сейчас мы перемещаемся в музей Шмырева Где мы тоже проводим такую вот выставку, акцию Которая посвящена памяти нашим женщинам Участницам Великой Отечественной войны, нашим землячкам Сегодня мы открываем выставку из нашего нового проекта Женщина и война Выставка называется семейный альбом Вы знаете, война это, наверное, то слово Которое носит женское имя, женский род И оно собрало в одну семью еще один семейный альбом Тот альбом, по которому прошли все те страшные почти пять лет Мужчины, братья, сестры, жены, дети Те, кто пострадал в этой войне Сражались они на фронтах Или были активными участниками партизанского, партийного и комсомольского подполья Но они делали все, чтобы можно было приблизить эту победу Они делали все для того, чтобы защитить свою родину Чтобы спасти свои семьи Вы знаете, не случайно мы начали выставку с блока Посвященного именно Вере Семеновне Кулагиной Здесь у нас с друзьями Здесь она уже в наш современный период от 90-х годов Здесь уникальная фотография Я тогда не говорила, мы опять ее показываем Это 26 июня, 44-й год, площадь Свободы Она стоит на фоне машины Счастливая, счастливая Но она мне рассказывала в свое время Говорит, мы стоим на площади Свободы, город освободили А на Марковщине еще взорвались снаряды А на Марковщине еще стреляли А Марковщину еще освобождали Это блог, который мы посвящаем ей Потому что все-таки ее искра Искра удивительной женщины Которая была всегда с улыбкой И всегда говорила Даже инсульт, он меня не сломает Никогда Я знаю, что о этих женщинах мы должны помнить всегда Я знаю, что они могли быть для кого-то матерью, сестрой Они могли быть хорошей женой Но, к великому сожалению, ряд из них Война их унесла далеко-далеко туда, вверх Для того, чтобы сегодня они смотрели на нас И они были этому очень счастливы Потому что мы с вами все равно строим наше мирное и настоящее и будущее Вот это вот наше отношение Отношение, бережное отношение к нашей истории Оно надо сегодня не тем, кого уже нет с нами Оно надо нам живым Для того, чтобы нынешнее поколение Последующее поколение Помнило и гордилось своей историей И что они знали о том Что как много людей Сделали все, чтобы мы сегодня Вот могли выйти под это мирное Открытое небо В нашей славной Республике Беларусь Где мы себя чувствуем уютно и комфортно